Спасибо большое за интервью. Основной вопрос. У тебя скоро будет чемпионат мира, на котором ты будешь выступать. Конкретно пройдемся по беговой подготовке. Вот к такому уровню мероприятий, что отличает твою подготовку от остальных выступлений? На самом деле, основное отличие от этой истории с чемпионата мира, это все-таки больше не про подготовку физическую, это больше про психологическую подготовку. Самое тяжелое на чемпионате мира это выдержать стресс психологический, который с этим связано. Ты очень много ставишь на карту. Очень много. У тебя все подчинено тому, что ты в день X выходишь на старт. И получается, что 27 августа в 7.40 утра будет у меня старт. Получается, когда ты начинаешь к этому готовиться, ты должен готовиться так, чтобы в 7.40 утра 27 августа это было в лучшей форме своей жизни. И это больше не про то, что ты будешь делать, а про то, не сломаешь ли ты на пути к этому. Как ты к этому подойдешь. Это больше именно самая тяжелая часть, это, конечно, часть в голове, как ты говоришь с собой, как выйти к этому. Есть ли у тебя какие-то техники, которыми ты бы мог поделиться, вещи, которые ты делаешь на постоянной основе, либо с периодичностью как раз перед какими-то крайне важными для тебя конкретными мероприятиями? Ну вот я часто про это рассказываю. Я где-то за день или за два выключаю полностью телефон, минимум на сутки. Вот, полностью включаю телефон, я без телефона, без связи, без того, что у меня что-то всплывает, подсвечивается там и так далее, все блоги и так далее, все это уходит второй план. Вот, может быть, сейчас я сделаю еще больше даже дней, напишу последние сообщения там семье и скажу все. Сейчас я включу телефон, когда уже все закончится. И какой я включу, и что будет, какой результат, ну мы не знаем. Сейчас я возьму телефон, когда уже все закончится. Вот, это, конечно, тоже, значит, когда откладываешь телефон и понимаешь, что все больше ты его не касаешься. Вот, это, знаешь, такие, сейчас флэшбэки возникают, это там, Мира, там, в Юте, США, 4 утра, я покидаю уже номер, все, я взял, все, закрываю дверь номер и подумаю, вот, все еще раз я открою номер, когда я уже финишил счет мира. Я 8 лет лет прошел. Как я открою номер? Кем? Снова прогрошу меня. И закрываю дверь, и пошел восстан. Это очень, как бы, это очень такая вот, про это. Про фишки, сам Чемпионат мира я всегда стартую без часов, без любых велокомпьютеров, без любых датчиков, без каких-либо гаджетов. То есть, это тоже осознанные вещи, это тоже определенная психологическая такая, как бы, ловка, можно сказать, которая позволяет тебе лучше раскрыть, потому что ты сам знаешь, что ты можешь. И очень часто, когда мы смотрим на часы, там, пульс 175, на этом пульсе я не могу бежать, это выше моего панно, значит, нужно сборять темп. И да, и нет. На самом деле, если тебе это очень нужно, ты можешь бежать и выше. Просто. И не плевать на это панно, к большому счету. Только ты сам знаешь, что ты можешь. Вот. И порой это сильно бустит результаты. Вот. Закрытым. Ну, без часов, когда человек не сможет на часы, он нечасто, он пока не кусок выше. Как бы ты посоветовал людям развивать вот это ощущение самого себя, потому что очень часто, и ты об этом говоришь, есть огромное количество приспособлений, которые облегчают тренировочный процесс, мощности меры, часы, лактометры и прочее. Некоторые люди становятся заложниками этого всего, и для них воспринимать самого себя в отрыве от цифр становится довольно тяжело. Что ты по поводу этого скажешь? Ну, что, не будьте заложниками. Все очень просто. Ну, во-первых, ощущения должны быть первичные. Вот мне так кажется. Ощущения должны быть первичные. Мы должны уметь себя слушать. На текущий момент технологии пока не полностью понимают сущность человека и его психоэмоциональный портрет, его перформанс. Они могут только предсказывать какие-то вещи, и это больше похоже на какое-то пятно, а не точечное предсказание. Вот. Поэтому ощущение первичное. Как это тренировать? Делай тренировки без гаджета. Вот. И это дает, кстати, очень большое чувство свободы. Вот. Блин. Просто... Когда ты пошел бегать по пляжу, и на тебе нет ничего, как бы, услов, кроме, там, плавок, да? Ты бежишь босиком, ты бежишь без гаджета, но это же круто. Нет, никого при нем не бежишь. Ну, это же очень круто. Ты просто бежишь, ты просто бежишь и представляешь свое тело этому ветру, этому солнцу, лучам. Стопа твоя толкает песок. Это же круто. Ты никого не смотришь. Это же круто. Тебе не нужно не смотреть, контролировать пояс, ничего не нужно. Ты просто свободен. Свобода очень сильно, она дурманивает, она дает очень большой эмоциональный эффект. Вот. Ну и, соответственно, ты этим способом учишься, лучше чувствуешь себя. Вот. Потому что ты обратную связь собираешь. Как ты устал, почему не устал. Надо, это, эти вещи, как легкоатлет. Ты, когда бежишь, ты прям можешь сказать, сквозь скорость, ты бежишь. Или, когда там, в Плоренции я плыву, и ты попадаешь прямо точно в какой-то пейс, с каким-то пейсом ты плывешь. Вот. Надо нарабатывать. То есть, нужно к этому идти. Вот. Это имеет и практическое значение, потому что без гаджетов на гонке года, там, или жизни, безусловно, ты будешь сильнее. А второй момент, это и... Ну, второй момент, ладно. Опустим, это сложно, так сказать. В общем, ну, больше проектов, да. Ты очень высоко отзываешься о Кипре, как о месте, где и жить круто, и тренироваться круто. Как бы ты сказал, какое ключевое отличие бегового комьюнити, вообще спортивного комьюнити, кипрского, от, ну, к примеру, российского, который тебе ближе изначально? Ну, потому что здесь нет комьюнити. Оно очень маленькое, оно очень маленькое, локальное, очень здесь все такое по-домашнему. Но, с точки зрения спорта, Кипр, прям, одно из лучших мест, вообще, где можно тренироваться. Прям, я бы сказал, даже одно из лучших мест, ну, почти что на планете. Почти что. Да, и так. Даже так, да. Но это больше вот именно с триатлоном связано. Больше я говорю про триатлон, конечно, потому что для бега все-таки жарковато, конечно. Вот, не так много стадионов, не так много зелени, то, что, как раз, бегуна комфортно. А с точки зрения триатлона, да, велосипед потрясающий. Очень много большая асфальтовая сеть в горах, много гор и нет машин. Безопасность. Многие из людей, которые приезжают в такой климат впервые и привыкли, условно, к тренировочным работам на высоте 80 метров, 150 метров над уровнем моря, но не выше, здесь уровень моря, но, тем не менее, очень высокая влажность и большая жара. В этих условиях довольно тяжело восстанавливаться. Какие бы ты советы дал людям, которые впервые столкнулись в тренировочной подготовке именно с такими непростыми условиями? Ну, во-первых, думайте о том, что тренировки в жаре – это определенный буст. Кто, кто тренируется в жаре, тот, соответственно, нагружает организм сильнее и отдаёт определенные бенефиты. Преимущество потом, когда ты возвращаешься в температуру комфортную, ты бежишь быстрее. Чем если бы ты не тренировался на жаре. То есть одна и та же тренировка, сделанная на жаре и в комфортных условиях, то есть это разный эффект. Больше эффекта от того, что ты сделал на жаре. Это первое. Второе – это опять чувствовать себя, учиться, потому что жара эта дополнительная даёт тебе воздействие на тебя такое тяжелое. То есть тебе становится тяжело. Ты должен чувствовать себя, когда ты должен попить, когда ты должен поесть, как ты перегреваешься, ты лучше себя узнаёшь. То есть это второй плюс от тренировки жары к тому, что ты лучше себя узнаёшь. Ну и из того, что можно сделать, это больше пить, безусловно, электролиты, безусловно, и дозировать нагрузку. То есть очень чётко понимать, что на жаре твой перформанс будет намного ниже. Знаешь, какой МПК будет у людей, у которых в нормальных условиях, в комфортных условиях, про лоспедистов мы говорим про это, тестирование было такое, высокий уровень у лоспедистов, любителей, но очень высокого уровня, таких полупрофессионалов. Протестировано на МПК, вот показатели там около 72 МПК, это очень высокие показатели. После этого происходит отхожее тестирование на отказе, происходит тестирование в жаре. Температуру не помню, но, по-моему, типа 32 или 34 градуса, по-моему, ставят температуру. Уже думал, какой был МПК у них. Вот всё то же самое, тест на отказ и какой МПК? Около сотни. Нет. Наоборот. Ниже. 56. 56. Да. То есть разница в 20%. Ну да, надо, серьёзно. То есть мы на жаре на 20% менее эффективны, чем в нормальных условиях. Поэтому это нужно корректировать и коррелировать в связи с этим. Твой темп, который ты есть, ты можешь жить по 3.30, там, десятку, это твой темповый бег, это окей, то добавить 20%. И на жаре это будет по 4 минуты. Серьёзно, отличие? Это очень большой отличие. Очень, конечно. Потому что мировые рекорды ставятся, там температура оптимально, там, 11,5-13,5 градусов. Примерно там находится оптимальная температура для установки рекорда. Лучше охлаждение? Ну да, оно, точнее, не так, там, как происходит. Если будет холоднее, то тебе твои ресурсы будут тратиться на нагрев, если холоднее. А если теплее, то на охлаждение. А что происходит? Просто кровь у тебя оттекает от работающих мышц кожи, потому что тебе необходимо вентиляция, тебе необходимо тратить ресурсы на красноте охлаждение. Получается, ну и вот и получается, что у тебя, вообще мы знаем, что чем больше крови с альтероцитами насыщены, тем ты сильнее. А тут, получается, у тебя часть только крови работает на тебя, на твои мышцы. Ну вот поэтому и перфонус лучше. Окей, как заключительную часть я бы хотел задать вопрос по поводу международных стартов. Ты, как человек, который объездил огромную часть света, что бы ты посоветовал людям, которые в 24-м году для себя хотят открыть мир международных стартов? Триатлон, бег, что бы то ни было. Ну первое, это, конечно, несите на диване, открывайте. Там было пора. Самое главное. И не важно, какая это будет страна, по большому счету. То есть, важно, что вы просто возьмете и сделаете. Вот это самое-самое главное. Вот. Если мы говорим про какие-то там красивые места, какие-то там, ну, я не знаю, континенты какие красивые. Ну, это вкусовщина, по большому счету. Но для меня лично всегда было интересно, я спорт совмещал с возможностью увидеть мир. Поэтому свой первый старт по триатлону я выбирал прямо от филсайта Ironman и думал, в каком месте мира я хотел бы побывать. Потому что Ironman – это отличный повод это место посетить. И первый старт я, помню, выбрал это Гавайи. Я так подумал бы, но символично. Начну свою карьеру триатлета на Гавайях. И на Гавайях я уже закончил. Вот. Вот как бы вот так все начиналось. Вот. Стартов очень много на планете. Потрясающие места. У меня был как-то топ-5, по-моему, лучший стартов в гонах Ironman. Говорил про Ironman, все-таки. Вот. Триатлон. Мексика, остров Козумель, я помню, был. Был Уругвай, очень красивый. Австралия, потрясающие гонки. Майорка, как ни странно. Майорка, европейская страна, но там очень красиво. Вот. Стартов на Майорке красивый. Гавайя. Гавайя. Отличное место. Тем более, если оно еще там, сейчас горит. Здесь оно, с ним будет все хорошо. Вот. Ну, надо никого их пустить. Такие вулканические, лавовые острова. Вот. Красивое место. А, Южная Африка. Да. Южная Африка, Кридуар. Отличное место. Отличное место. Вот. В общем, вот этих гонок очень много. Они все очень красивые. Чем больше их пустить, тем лучше. Кто-то найдет себе что-то по вкусу. Однозначно. И потом, это самое главное. То есть, мы запоминаем нашу жизнь только в ярких моментах. Поэтому, чем больше в ярких моментах, а участие в соревнованиях, вон за границей, в свои яркие моменты, тем более будет наша жизнь такая удлиненная нам, сыщенными воспоминаниями. И будет казаться, что и вообще зря мы все это живем здесь. Спасибо тебе большое. Успехов на чемпионате. Будем ждать призовых. Золото, серебра, чего угодно. Но в любом случае, в первую очередь, надеемся, конечно, что ты получишь от этого удовольствие. Потому что это все-таки один из самых главных, основных условий успешного старта, как мне кажется. Ну, на чемпионате мира, кстати, чуть-чуть другой формат. На других гонках удовольствие доминирующий, да, какой-то фактор какой-то. И чемпионате мира, это немножко это место, где сходится за борьба, за водой лучшего. И там, ну, не до удовольствия. В таком случае, пожелаю реализовать форму. Да, но после, после вкуса, конечно, остается. То есть, в любом случае, самые яркие впечатления остаются именно после. Самые яркие впечатления остаются всегда у нас после самых напряженных моментов. В общем, от мира это самый напряженный момент. После него остается самая яркая впечатляет. В таком случае, более горек, нам будет пожелать действительно реализовать вполне форму свою. И уже потом получить удовольствие от этой работы. Спасибо. Успехов. Спасибо.